Губернатор Алексей Русских встретился с победителями Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности. Он выразил слова благодарности и вручил памятные подарки студентам. Совместно с министром финансов Ульяновской области они узнали о дальнейших планах и предложили перспективы будущим экономистам. Правительстве заинтересованы в такой умной и грамотной молодежи. Для нас большая гордость, для Ульяновской области, то, что у нас такие замечательные будут будущие финансисты, будут будущие руководители департаментов, в политике и в банковской сфере. Для студентов Олимпиада показалась интересной и познавательной. Там они раскрыли свои знания, талант и умение работать в группе. В командном этапе нашим ребятам не было равных. Им попалась тема использования искусственного интеллекта и больших данных в страховании на премьере телематики. Ребята со своей задачей справились на 100%. Тема была дана случайно. Это нам дали жюри конкурса. Но было довольно интересно ее разбирать, поскольку мы должны были разбирать со стороны регулятора, то есть со стороны Центробанка. И мы защищали эту позицию, искали факты и применяли их в этом кейсе. Стоит отметить, что один из участников Олимпиады уже трудится на благо региона. Уже более полугода он работает в Министерстве финансов Ульяновской области. Ну я, получается, у меня есть два диплома. Первый – это юриспруденция, второй – экономика. И вот все же из-за того, что я закончил физмат, мне ближе экономика. Ну, физмат имеется в лице, я когда там учился. В связи с этим я выбрал экономику. И вот планирую посвятить всего себя этой отрасли, связанной с денежными средствами. На шестом московском финансовом форуме ребята обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину и министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову с предложением создать молодежную онлайн-платформу по финансовому просвещению. Через нее они хотели бы делиться знаниями, личными финансовыми лайфхаками, планировать офлайн-встречи и онлайн-мероприятия в разных регионах. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда.ТВ